Новые сопредседатели правления Deutsche Bank объявили о новой стратегии, которая гласит, не все, что можно, нужно делать. В финансовом институте не хотят больше сделок, которые могут плохо отразиться на его репутации. В особенности это касается инвестиционного банкинга. Многие еще помнят о манипуляциях с межбанковской процентной ставкой LIBOR, а также торговлей сертификатами на выброс углекислого газа. В последнее время Deutsche Bank регулярно попадал в новостные ленты. Сейчас в подразделении инвестиционного банкинга хотят сократить полторы тысячи мест. Новая стратегия подразумевает в первую очередь меньше рисков. Таковы новые правила для всех европейских банков. Deutsche Bank больше не придется прятать свою выручку от конкурентов. Самым успешным в инвестиционном банкинге в прошлом году был JP Morgan в пересчете 18 миллиардов евро. На втором месте Банк Америки. У Deutsche Bank бронза. А некогда успешный Goldman Sachs лишь на пятом месте. Но доходам противостоят огромные затраты на персонал. По подсчетам аналитиков, один сотрудник инвестиционного банкинга в Deutsche Bank заработал в прошлом году в среднем 330 тысяч евро.